добрый день приветствую вас приветствую вас любовью господа иисуса христа и вас также рад вас видеть в здравии спаси христос подкинули такую чтобы на каждый день мы выставляли ролик как у нас дело-то идет но сегодня из администрации президента письмо опубликовалось читали нет а вот посмотрите на нашем канале по от президента путина администрация ответила на мой запрос проехать в игил а не спрашиваю обязательно а меня спрашивает уже сейчас как так такие мирские власти с таким уважением к вам на дом городская администрация с поздравлениями едет то есть они меня не рядовым как бы считают городская администрация не каждому везут то или вызывает прийти заберите а эти готовы сожрать вчера какой-то новый священник ему только сказал о нашем сайте он анафема вам проклятие там ну то есть они бешеные совершенно первый раз видят и ну разве нормальный человек так может говорить а никого не судите то есть ну сказано повтори сказано что бог это наказывает разум отнимает и все ум то есть но разума то нету так что это рад очень рад что вы живы еще есть потому что людей мало кто говорит правду правда то она такая штука ее любит так как его мало кто а это лекарство большое его приложишь и вылечишься а не приложишь болеть будешь да и что главное вчера вчерашние друзья мгновенно переходят в стан врага и подыскиваются как самые лютые изверги но я-то не изменился вы изменились то вы отсюда начните ты когда дружил со мной я это говорил говорил и ты радовался радовался еще ради тебя понесло то туда значит что-то было за что ты держишься еще тебе пообещали отнять или что в случае того что ты будешь слабкину значит это я-то не изменился ни в одной букве нигде говорят у человек ну верят потом изменяется там туда у меня не было эту веру мне как будто кто-то отдал сразу все но только углубление идет и у меня не было никогда по-другому я знаю что такое церковь благодать и я эти люди то вдруг меняются и не могут объяснить ничем я понимаю что они пободрствовал и враг подставил подножку но ты плач и кайся а я думаю по другому давай а я думаю что они были такие внутри там это было вы правильно говорите но она как-то не так это вечно так было где-то за что-то не держали за патриархии они были такие просто они были скрытые как апостол пара ты сказал что я когда уйду то есть самих это из вас они были такие но прикидывались я же не может так поменяться не может быть или он есть или он нету но император что но было есть говорите или значит у него было но он скрывал а когда надо вылезла это как чири это как чири он потом вылезет и так здесь его надо вырезать больше не так так что вам повезло вам повезло потому что хоть какое-то в этом мире как ее есть гонение это повезло вам потому что сейчас гонения нету нету я как считал про то что вечности будет радость и будет мучение но пострадать за христа дано только в этой жизни мне вины то никакой нету они по ним десятисловия ни по одной заповеди не могут ничего я негативно называются священцы моя родная сестра работала в епархии на сибирской на там был очень хороший секретарь кандидат там богословских наук хороший пивоваров отец александр иванович и он говорит он архиерей уехал до кукин был тогда архиепископ гедеон потом ставропольским стал и он говорит тут собирает священников побеседовать это возьми говорит и там по симфонии поищи что священника сказано она позанималась там сколько дней приходит батюшка а там ничего хорошего библия них не сказано в библии не сказано ничего все ничего нет хорошего да и он говорит ну что есть то и будем говорить ничего нету они благословляют благословляет а бог проклинаю ваше благословение малахи почему вы не считаете говорю они скрывают причащайся чаще исповедуйся чаще я говорю почему махаре александрийского не поминаете он стоял церкви видел люди причащаются с причастием поздравляет а он видит что по храму ходят эфиопы черные кто они такие эфиопы черные это всегда не чистая сила демона как лев толстой играть черти и они людям в рот толкают уголь вместо причастия а причастие относятся ангельской рукой неизримо в алтарь они это скрывают кого причащаете то чем причащаете то недостойно них и каноны не высчитывает и многие больны немало умирает это все на их совести и поэтому я не вмещаюсь в эти рамки не вхожу потому что я свободен вот сейчас у нас там ну мы в патриархии то и не были марта община была образована сразу зарубежной церкви а там теперь эти нажали чтобы ни одного прихода не было но тот сказал у нас нет прихода уже что благодать отнята мы видим это бог дал нам невиданную в истории мира свободу над нами никого нету а мы признаем патриархии все то есть мы даже свободно сейчас говорить и дать людям пример как развивается свободный дух свобода совести там где есть священник гнобец за каждое слово епископ там нет свободы это рабы это саранча своих глазах собственных вот и все я вижу в этом особую милость божий за мою жизнь под конце бог дал чтобы на даме никто не стоял и в то же время мы ничего не а вы раскольники а что я колол покажите это вы раскололи вы вы создали реформу никона старообрядцев раскололи самых верных и истинных отсюда пришла революция вы раскололи это за рубежа церковь была путин туда вмешался давайте соединим а соединение было речи да даже ни одного слова о каноническом признании то есть вы нас признаете действительными а мы вас признаем все а теперь они под эту сурдинку начали толкать если вы хорошие почему к вам не пошли люди одиннадцать тринадцать юризиксы образовалась сразу только не с патриархии это самые страшные предатели беревско-сталинская патриархия сергианцы предатели о чем царь сказал вокруг измена трусость и обман измена трусость и обман а то все в монтиру них а мы не такие мы никому не изменяли мы как стояли так и стоим трусости никакой и даже не знаем что такое и обмана не было в наших речах так что не туда если даже я говорю есть они вот допустим с их если вы даже что-то что-то не так да у вас говорите ну промолчи да и все это ведь лучше это лучше промолчи как будто методов и все это лучше но они просто за их задевает значит что-то там такое есть что им больно в нашей жизни похоже на мир мир ты проходит что сделаешь мир проходит и скорее бы он прошел гляди господи гляди господи потому что потому что я тоже так рассматриваю вот этот мир в свете библии что сейчас но но что будет но ничего хорошего не будет ничего хорошего не будет духовные законы принципе все пашисты попраны духовные а это главное если если нарушил духовный закон жди будет что-то плохое а у нас сейчас в общем духовные законы все попраты они для видим и так вот что-то делается да такое ну как бы образно а внутри то ничего нету внутри ничего нету вот так что вас это вам группа везло вы это наши богом любимым гонимы тогда рожденный по плоти гнал рожденного по духу павел горит так и ныне исаак гнал иакова это этот который это измаил гнал исаака рожденный по плоти а они в кучу собираются и начинают почему они не знаю чем заниматься россия погибает и главная ответственность освященцы они имели доступ душам народа они его исповедовали я думаю так что главное чтобы любая допустим семья страна если она будет жить благочестиво то она будет жить хорошо а раз она плохо живет то это вина только священников потому что это не нашли устроители духовного мира они больше некому им это право дано чтобы они устрояли духовный мир здесь а если этого нету гибель будет вот почему запад и все прочие и просто что у нас были пидорасты гомики всякие голубые то то что это есть на нарушение духовных законов Так что это Мир такой Жалко, конечно, но что сделаешь Я все тоже жду, думаю, как вот-вот Будет более-менее лучше, но как вот Посмотришь Ничего хорошего Пока ничего не вижу Что можно было людям радость Сказать, что будет вот лучше Дальше, дальше пока ничего хорошего не вижу Может какое-то время Так еще постоим Постоим какое-то время Но ничего не будет Надо, чтобы менялся Люди менялись полностью все Это как было Чтобы они посыпали голову пеплом Пока этого не будет Ничто хорошее в стране не будет Вы ничего такого Я вас много Вы такого что-то противного Богу Ну ничего не говорите Так у вас все правду То есть У вас есть и доброе И такое есть Ничего такого нет Въелись Что-то не так Знаешь, что-то у них не так Больные люди Мы все больные И церковь больная И врачи больные Сегодня у нас Сегодня у нас 1 января То завтра я Если Господь благословит Сейчас у меня идет заказчик Каждое утро Новый ролик попросили По теме делать А оно будет завтра Я там все говорю о священстве Обязательно От корки до корки Просмотрите Что говорят святые отцы Что говорит Библия о священстве Самые гневные слова у Бога На священство Не пощажу и не помилую Бог отвечает Как будто все изверги Рода человеческого Сбились В одно место Как о них надо молиться Чтобы Бог как-то пощадил Просветил им мозги И они травят Кто с ними сообщается Они из него и загнцы Звери делают У меня такие были в друзьях Как только с ними познакомились Они делаются как бешеные Вот что страшно-то Они отравляют все Своим дыханием вокруг Это Библия нам говорит Святые отцы говорят И как ты посмел быть священником Когда ты волк лютый Я это говорю Я не свои слова говорю Я говорю Кто сказал из святых отцов Я все Сегодня все это Просчитали мы Причем тут я-то Если вы такие есть Вы делом своим Показываете Что Библия о вас сказала правильно И святые отцы сказали правильно Лютые волки Первый раз Один только Только я им скинул материал свой Какие у нас сайты Форумы Больше ничего не было Мгновенно Анафема вам В аду вам быть Они бешеные Они лютые И никого не суди Не надо Не надо судить преждевремени Сказано Не суди преждевремени А все суда Дай Богу Так они говорят Не суди Когда говорит Поп не суди Он имеет ввиду Не трожь меня Больше никакого смысла нету Он не просто Плохо говорит Он осуждает Тебе в аду быть Ну ключи ада и смерти Бог никому не отдал Они у сына человеческого 1.8 считаем откровение И он же сегодня определяет Где быть в аду Почему Ему что-то не понравилось И снова будут Они с головой С колокольня спускать 17-й год забыли Под корень будет Бог выжигать их Они совершенно не понимают Что они делают Они мне-то зла не делают Мне награда обещана Когда они будут Сына Божия Поносить Я проповедую Евангелие А они Поносят Христос говорит Я чту отца моего А вы злословите меня Вот так и есть Гнали Говорит Господь Говорит Меня будут гнать и вас Слушали меня Будут слушать и вас Я же не выдумываю ничего Они слова Христа ненавидят Но так как эти слова Закрытые в книге Они проходят мимо Но эти слова я озвучил И они пришли в бешенство Я говорю Ну вот написано Он не слышит У него кровавые глаза И он просто бросается Вот штука-то какая Для меня это Постоянная печаль Как они отравляют Людей везде Кто с ними знает Сынам гиены делается Худшим в два раза Самих они Ну я не знаю Я думаю так Можно Можно Ну общаться Ну с ними Ну если у тебя Внутри есть Вот это Божественное Дух Божий Ты не можешь Стать Таким же У тебя же Разум есть Ты можешь сказать Увидеть Что они Что-то плохо Что-то доброе Ну выбирай сам Ну да Сказано ведь Слушать их Слушать их Слушать их Но по делам Не поступай Четко все сказано Тут понимаете что Читать надо Просто чаще Чаще надо Слово Божие читать Каждый день Чаще И тогда ты можешь Видеть Что есть добро Что есть зло Видите эти слова Люди Мало читают Эти слова Христа Вот я допустим Давайте Давайте Видите что Я когда говорил Оно поступает К вам звук Не сразу И потом получается Я гляжу Вы молчите Я начинаю говорить А вам мои слова Еще Вы поэтому Смотрите Все время Говорю я Или не говорю Господь говорил По словам Их Что говорят Делайте Сегодня этих слов Нельзя сказать Нельзя А они Говорят Не то что написано Вот суть Это в чем дело Ни по словам Ни по делам Нельзя поступать Они лгут Они все поставили На бизнес церковный За все Везде деньги Андрей Кураев Выставил материал Как у них там Из-за денег Что делается У патриархии Как увеличили налоги Как бедная церковь Не знает Где взять Там еще продают Чтобы только Епископу отдать Ну какая же Это церковная Организация Это Никак Это бизнес Ну Ну это Кавгаи Я говорю Это Кавгаи У них Так же Там Надо Больше Денег Зать У них Тоже Сам Видно Пошло Ну что Сделаешь Видно Я думаю Так Что Чем Ближе Идем К вечности Что Время Уже Мало Тем Дьявол Больше Больше Работает Вот Мы ездили В поездку Когда были Сейчас я могу Маленько ошибиться Кажется В Назране Мы были Когда Выезжали И там Большая трасса идет А из города Выезжать Ну Буква Т Получается И туда Поворачивать надо Туда Прямо выезжать Тут я прям Выехал И сразу на трассу А тут тебе Надо переезжать Трассу И там Полиция Две Три машины Стоят Они питаются И отсюда Кто выезжает А наш шофер Притормозил И смотрит Останавливает Всех и штрафует Видно Ну я говорю Проведешь Говорит Не знаю Но он дождался Когда никого Нигде нет Он дал сигналы И поехал Тогда Как положено Сразу нас остановили Он подошел К нему И я подошел Гляжу А там милиционер Сидит Который берет Такая рожа у него Видно что выпивший И на полу У него деньгами Просто ковром засыпано Ковра Он нет Он сейчас штрафует Он выпишет Права там отнять Что угодно Я вижу Ничего нельзя сделать Я тогда пошел Трехтомник Нового Завета Взял А то у меня Самый большой снаряд был Ракета Управляемая Я пришел И говорю Ладно Мы нарушили что-то Мы сами не знаем Что Ну вам так нравится Пускай будет Мы хотим вам подарок сделать Вы государственное Служащее Я открыл А там иллюстрация Второй Третий Я ему эту книгу Отдал И говорит Пропускай Да идите вы Отсюда уезжайте Тут увидел Он уже Мы ему не нужны Я ему это толкнул Но я знаю что Он рано или поздно Дети посчитают где-то Ну другого то этого нет У нас было такое Задерживание на других местах Я опять трехтомник беру Удар Двери распахнулись Езжайте Я говорю Так документы отдайте А еще не отдали Документы отдают У нас такие интересные были Случаи в поездке Это везде Вот вы сравнили Так сарковники Видите Все Все можно увидеть Все можно увидеть Что в мире Что и там А почему Ведь тут очень понятно В больнице люди больные Врачи больные В церкви тоже Люди приходят больные Ну и врачи там больные Редко Редко найдешь Здорового врача В больнице редко А там И тут тоже редко найдешь И к этому надо Относиться спокойно Спокойно Потому что все больные Мы только там будем К этому здоровые То все больные Кто больше Кто меньше Кому-то примочку сделать Кому-то вырезать надо И врачам так же Они тоже все больные И И это И священники больные Просто им тоже лечиться надо Но они думают Что они здоровые Вот у них проблема какая Что им тоже лечиться надо Ну и И жертву первую Надо давать За себя А потом уже молиться Уже за весь народ Меня как-то спрашивали Там студенты кто А вот как вы представляете Такое государство Вот когда симфония Когда слушается церковь Во всем Это симфония называется у них Слияние государства и церкви И жить по одной правде Я говорю Вы понимаете Что вы говорите Вас уже сегодня Арестовывать надо За это В первую очередь Это симфония Ни слова нет Это мир Дружба с миром Есть вражда против Бога Все равно взять оружие Я с Богом буду бороться Как на небе боролся Люцифер Дальше Если по правде Просто жить Государство развалится Как развалится Очень просто На дорогах Зря не будут Приставать Штрафовать Как в Германии Там в мире полиции Вообще не видно Но чуть все-то нарушил Тогда они подъедут тебе Поговорят с тобой Значит Учителя будут ставить Отметки правильные Депутаты не будут улыгать Статистику надо вернуть На истину Что самая бедность Ограбленный народ Вы пойдете на это? Но если по правде То давайте дальше Священник должен Накладывать эпитемию Аборт сделало Правило Василия Великого Второе На 10 лет отлученную Да никого в церкви не будет Одно Б осталось Понятно? По правде То жить-то Так мужик-то Виноват-то перед кем? А баба-то перед кем? И теперь ты посмотри По правде-то жить В школах как будет? В армии? Никакой дедовщины Все одинаковые На границе Но рассыпется государство-то Поэтому Этой ложью Сопливой-то Они Теперь скрепляют Как бы Грязью щели замазывают По правде Надо сердца приготовить Вот сейчас сказать Жить по правде Тут бунт начнется везде Как так? Взятку не берут Коррупции нету Нигде не пройти Все засохло А так деньги-то дал Почему? Говорят, а берут Поэтому дают, чтобы дали Раньше, чтобы землю оформить Купить Нужно было только три человека Продавец Ну кто? Еремия Покупатель из Анафопа И свидетель один Один или два Все Сегодня в Москве Чтобы землю приватизировать Вы на чем сидите? На диване? Держись руками А то хлопнешься 262 подписи 262 подписи Вообрази Сколько кабинетов И сколько везде Что-то дай Да кто же это государство Защищать-то будет? Кому оно нужно-то? Люди думают, что Другие будут Вроде не Гитлер Пришел бы Баварское пиво пили А там еще хуже было бы Нам нужно здесь научиться Платить налоги Что положено не лгать Ну и молиться Я больше ничего не могу сделать А то сейчас толкуют Ну Средний бизнес надо поддерживать На основании Библии толкуют Применяют к разным местам Нигде Чтобы налоги не платить Нигде не написано Кому говорит оброк Оброк Апостол Павел говорит В послании к кремлинам Мы обязаны платить Содержать Нужна полиция Пожарная И учителя Все бюджетники нужны А КГБ зачем нужно Охраняет границы Государственные тайны То есть у них своя работа То есть они какую-то работу делают И поэтому мы должны платить Хватало, чтобы на них И на их гаремы И у нас приехал секретарь Железнодорожного райкома партии Бобров-то Под меня подыскивались И что, хватает? Я говорю, я детей так учу Чтобы работали на двух-трех работах Чтобы и нам что-то осталось Нам осталось Вот так Почему? Я всю жизнь так работал У меня все время Я на стройке был Двести восемьдесят Триста процента Выработка была Первое место в тресте Я неукротимый был в работе Поэтому я имею право Призывать людей к этому И у тебя все будет Правильно, я с вами вполне согласен А почему согласен? Потому что я вас зазомбировал Зазомбировал Сейчас скажут Он зазомбировал А то старикам Нет Я просто работал В советское время работал На трех-четырех работах работал я Ох Отработал сам На трех-четырех работах работал Ох Так что я-то прекрасно Прекрасно Как я понимаю И грушиками И сторожами И крыши крыл И что только не делал Все работал Потому что Надо было кушать Вот и работал Интересно Моя работа такая же была Вот так что Я вас прекрасно Как я понимаю И сейчас я так же Люблю работать Люблю работать тоже Как-то привык И как-то без работы Мне как-то даже Плохо Лучше что-то там Ямы копать Бетон мешать Вот это все мои работы Я этим занимался всю жизнь Вот что вы перечислили Крыша Сторож Грузчик Это все моя работа У нас один к одному с вами Как глухонимые говорят Ну И поэтому я Не знаю У меня жизнь была прекрасная Много работал Но все прекрасно Да Но зато не будешь Скучать Не будешь Что-то там Люди все какие-то Какие-то Унылые Убитые Горем туда А все хорошо Я говорю Да все хорошо Все прекрасно Олег Старость горе А я говорю Старость это есть радость Спешите куда не надо Можешь почитать Можешь в любое время Встать Что-то поделать Старость это радость Уже никто тебя Как Уже Как это Ну не гонит куда-то Спокойная жизнь Бог дал Как такую жизнь Вот А правду как Я думал Вот сейчас Если даже правду Соседу сказать Ну кому-то все То уже будешь Самый такой Я не знаю Будут гнать все Правду никто не любит Поэтому Временами Скрываешь правду Ну или просто Какой-то угол Делаешь такой Мягкий Чтобы не так Сказать прямо Как-то Чтоб не так Обидеть кого-то Что-то еще Правду никто не любит Как люди Как люди Говорят Правда Глазам Колет А вы А вы говорите То что есть Вот как она и есть Выкладываете Тут ничего плохого нету Ты увидел И справься Вот и все И скажи спасибо Спасибо И пошел И пошел дальше Я только думал Это никак Не могу поняться Почему Не бояться Суда Божия Вот это И что там страшное дело Ведь страшное дело Ведь там страшное дело Вот этого Вот этого Я никак Я не знаю Вот это страшно очень Потому что я вот Говорю что Был вот Рядочком Но это очень страшно И люди знают Делая такое Ну я не знаю Это же Хуже надо Это будет Озеро огненное Вечность Вечность Это когда Зуб болит Там День-два Ты не знаешь Что ты думаешь Ну все Там хуже Чем зуб будет болеть Вот у меня Шли Камни с почек Так это Страшная боль Страшная боль А там-то еще Больнее будет И потом Вечность Вот это Не знаю Это очень страшно И поэтому Как люди Делая такое И еще делая И видя И зная Что их ждет И еще делая Ну я не знаю Я Но я Тогда Не могу Понять Их разум О чем Они вообще Думают Они ведь Знают Что это Дело Вот что Сейчас у нас В стороне Это ну взять Министров Там все Прочие Они ведь Знают Что у нас Что у нас Есть сейчас Вот А людям Людям Ничего не говорят Но они Они знают Это дело Что мы Сейчас Колония Туда-сюда Просто Они Знают Но Люди все Вешают Какую-то Какую-то Говорят Что-то еще Люди Вешают Саму-то Лапшу Но они Потом Будут Тоже Так же Судимы На Суде Божьем Начальник Царь То же самое Будет Такова Жизнь Ничего Не сделаешь Я Много Судился И пришел К такому Заключению Судьями Можно Ставить Только Людей Которые Верят Что будет Страшный Суд Только Таких А иначе Никакие Увеличения Окладов До 100 Тысяч В месяц Пенсия 52 Тысяч Это Не поможет Пусть Это будет Православный Баптист Католик Мусульманин Буддист Только Чтобы он Знал Что за неправый Суд Ему в огне Гореть И все бы изменилось А раз этого нет Ничего нет В суде Где-то в другом месте Сойдет Но суд Это конечная инстанция Которому Суду даже президент Должен подчиняться Он не может против суда Пойти Никак Как это не Вот почему Написано О семи Ефесских отроках Которые уснули Через 120 лет Проснулись Почему Ибо епископы Православные Не верили в воскресенье Мертвых Суд Божий Вот и все И об этом Святые отцы Предсказали Что в России Будет момент Когда архиереи Священники Будут искажать Веру Православную Искажать Умышленно ее Вот они такие Есть Я Работал с книгой Правил Вселенскими соборами 270 правил Вообще выбросили Выбросили Их как будто Никогда не было А из тех Которые остались 719 413 Каждый день нарушают Как это Может быть Даже ни один На дороге Милиционер Не может сказать Что нарушай дорогу И ты будешь хороший Ну бог то видит Это не милиционер Вот мой опыт Какой Таких судей Они не поставят Тогда страна Развалится Таких судей Нельзя ставить Нельзя Их просто не поставят Так Вы сказали Потому что Некоторые Вы сказали Про уныние Уныние у человека У меня есть наработка Что такое уныние Уныние от плохо сделанной работы Запомните Плохо молился Плохо работал Над женой не работал Над детьми Они против Тебе уныние О здоровье не заботился Плохо Теперь ой-ой-ой Вот от чего Уныние это плохо сделанная работа Правильно Правильно Уныние Это плохо Это во всем плохо Что делаешь Но потом ты падаешь В это Как и уныние Он стоит Крынышки опустил Плохо читал Да Плохо Библию читал Плохо К Богу Взывал Да Все Потом и падаешь Уныние А уныние Ой Что какая Ой Плохая штука Когда люди туда падают Редко кто оттуда встает Очень редко И пьют всякое лекарство Таблетки Вот я это Вижу Что только не пьют Ничего не помогает Уныние Человека вешать на веревку Очень Аминь Точно есть такое Есть Да И ничего не помогает Никакие лекарства Поэтому я людям Говорю Надо Иди в церковь Потому что От ныни Всякие пьете лекарства Они вам не помогут Потому что это Духовная болезнь А духовную болезнь Никакими лекарствами Не вылечишь Это только Надо идти к Богу В церковь И тогда ты будешь Радоваться жизни А почему Потому что ты знаешь Что дальше будет А радость В чем Не в том Что у тебя здесь Много денег Или что-то еще А радость в том Что там жизнь вечная Где не будет Ни слез Ни болезни Ни уныния Ничего не будет Ни зла не будет Одна любовь Божья будет Вот это есть радость Вот это самая радость А тут встаешь То плечо болит То постится болит Каждый день Что-то болит А там ничего не будет А там есть радость В Боге радость И в Боге только есть Утешение И там никакого Уныния нету Но это люди Как бы Трудно могут Человеку трудно Это понять Это надо пропустить Через себя Вот когда через себя Пропустишь Вот это Божью нить Божье слово Пропускаешь Вот тогда Легче становится Жить И радость И радость И веселье Но веселье Не такое Что ты пляшешь А веселье В душе Тучи кругом Ну а тебя солнышко И птички поют Я спрошу вас Вы книги-то получили Не разочаровались? Я Нет Почему я буду Разочаровываться? Я все Что беру Я все читаю Нет Я все Мне Я все Я сейчас уже читаю Откровения Уже откровения читаю Вот Но мне надо было То что мне что-то Мне Хватало Я тоже взял у вас И мне очень полезно У меня было Многие вопросы Там По откровению Я сейчас Как ее это Как ее сам это Почитал И мне все понятно стало Были вопросы Вот А мне понятно Так что я Я вам благодарен Очень благодарен Вот Так что Я еще хочу У вас Спросить У вас есть Симфония На Иоанна Затоуста? Нет Нет Она в 12 томе есть Ее уже делать не надо Она сделана В 12 томе Полная симфония Государственная А это у вас Нет Это не моя работа Это до меня сделано Я начал ее делать Нет Я узнал В 12 томе Полная А по сути Полная симфония была Я хотел делать Начало Потом узнал Что она там есть Я прекратил эту работу А вот симфонию На житие Я сделал Симфонию На неканонические книги Я сделал И могу сказать Это лучшая в мире И те которые до этого были изданы Они Непрофессионально изданы Наша симфония На неканонические 11 книг Я сделал С учетом даже Брюссельская Которых у нас там 70 Кажется Стихов не хватает В 7 главе 3 книги Ездры И которые там Монасты Молитвы Входили 13-14 глава Даниила На все Сделал симфонию Это самая трудная Для меня была книга Очень трудно Симфонию было сделать Я ну трудно Я так Вы что Такую работу Сделать Это надо было Каждое слово Там Это очень трудно Я говорю Что я Просто даже Вот за это Я не знаю За это Может было вам При жизни Памятник сделать Я не знаю Что В зельце В зельце Как верно вас Не знаю Ничего плохого Не делайте Вы вообще Ничего плохого Не делайте Никого не трогаете Ничего Ну сказали Ну и сказали Ну и помолчи Что обязательно лезьте Ну что сделаете Вот так и сказано То будешь жить По правде Как надо Обязательно У тебя врагов будет много Никуда ты не денешься Да Это награда от Бога Никуда не денешься Награда Да Это после Павла Так же Гоним был Вот у него было Жало в плоть У него что было Те же самые гонения Гонения Те же самые гонения Гнали один Вторые Свои Чужие Все гнали Это вот Жало в плоть Оно и есть Это жало в плоть Потому что Не очень-то приятно Когда тебе со всех сторон Тебя Долбят Не очень приятно Хочется как-то поспокойно жить А не получается А голос Божий Сказать хочет Правду Вот хочет сказать А им это неприятно Уши режет Сердце режет Душу режет А главное Совесть еще Гниет А совесть-то говорит Что не так делаешь Это тоже больно Когда совесть-то тебя Вот там правда есть А тебя совесть начинает И ночью мучить И днем мучить Когда тебе все мучить Это тоже плохо для них Поэтому Вот у вас и жало в плоти есть Я вот это скажу так Что Я в углу не сидел никогда Гонений хватало Отовсюду на меня Но таких Чтобы не гонений А травли было Непрерывная Злобная травля Как от патриархийных священников И которые им подчиняются Семинаристы Даже близко не было Коммунисты такими не были Это лютое какое-то отродье Они каждый день Каждый вечер Каждую ночь Администрацию Закрыть у меня ресурсы Своровать ролики Подписывать гадости И ул в лотаря Потом идет Руки поднимает Вот ужас-то где Ужас Это на Россию Пришла щума В лице этих патриархийных Вот сатрапов Нигде не было У меня коммунисты были Взяли, арестовали Прекратили Мало того Всегда говорят О, если бы вы были у нас Какую бы пользу принесли Эти нет Только раздавить и убить Даже митрополит На митрополита нападают Патриархией На что он приезжал к нам Я с ним встал по телефону Говорит Он говорит Такое впечатление Что они вас убить хотят Вот что страшно-то Под именем Бога Будут убивать вас И будут думать Что служат Богу Я это испытал Это моя награда Чтобы вот это Все стихи По мне проехались Это нельзя сделать искусственно Это только Бог Он знает мой уровень И допускает Крест этот по мне По мне Ну мне как же можете вынести Вот так Я знаю что мне еще далеко До самого большого Страдальца в этом Это Григорий Ефимович Распутин За 2000 лет Ни на кого не было Столько поклепа И клеветы Как на него А я-то тут чуть-чуть Порошенко Там задача Масонова была Ну да Да По Распутину пишут Столько написано И столько И доброго И столько грязи написано И разобраться Человеку бывает Очень трудно А я разобрался В нем Как и в одном Когда я читал его Жизнь Что он Сибири Пешком Как он уходил До Афона И обратно Я подумал Если бы он был простой Зачем ему туда ходить Пешком обратно туда Наша душа Звала к Богу Чтобы надо было Ходить Это до Афона От Сибири до Афона Столько верст Идти и обратно Это что-то значит И когда его исследовали Когда временное правительство Пришло царицу А в этой комиссии был Поэт Блок Александр Александрович Ни против царица Ни против Распутина Ни одного факта Не подтвердилось Ни одного А там ассоны Пославили где-то там В Базеле Задачу дискретировать Его через него Царя свергнуть И проще Но суд-то Божий будет И мы будем живые Куда вы тогда денетесь-то Я не повинен Я 53 года людей Направляю в Московскую Патриархию Я ее считаю благодатной Но я говорю о недостатках Которые надо исправить Рабочников Не, не, ну Божь благодати Благодати больше Где? Только В Московской Патриархии Где есть рукоположение Больше некуда идти Больше некуда идти Так что И через Бог проговорил Также через Ослицу Ничего страшного нету Так вчера интересно Вот заходят А у нас ролики хорошие стоят Я основатель детского православного лагеря Единственный был на Советский Союз Такой лагерь Меня за него что только не было Уголовные дела воздвигали Но ничего нигде не вышло Ничего нигде Все Я выиграл все до одного суда Им наказаны были Заплатили деньги Но Мы вот допустим Ролик нынче Мы пошли по ягоды Дети берут ягоды Ну эти-то смотрят Они могут хоть что-то сказать А нет Пишут Как много сектантов развелось Дети купаться пошли Ну надо же Везде сектанты Почему государство с ними не борется То есть это уже не ненависть Это бесовщина Началась бесовщина настоящая Патриархийная Мы вывешиваем объявления о лагере Они о лагере Где собираются Пришли родители с детьми Проверить Как годный, негодный Верят, не верят Что с собой взять А они семинаристов посылают по городу Срывать мои объявления И пишут Где не могут стараться Пишут ересь Детский лагерь ересь Да они сумасшедшие И что это делать Часто причищать Часто исповедуется Недостойно Повторяю Недостойно Вот отсюда демоны входят в них Притом абсолютно все одинаково Даже меня не знают В Хабаровске Обо мне спросили как А священник даже не знает Кто я Он как сразу надулся Да лапкин Да еретик Сектант псевдоправославный Батюшка Вы что-нибудь о нем знаете Знать не хочу Но хоть книги Какие книги Но у него книги вышли Книги вышли И что Считают их люди Считают Просят Деньги платят И это представьте Где Владивосток Хабаровск А теперь Краснодар Через Москву Он там только заговорил Наш человек где-то Прям сразу в бешенство Дальше В Финляндии заговорили И там то же самое Знать не знаю То есть Что во мне заложено Я не знаю Стали разговаривать С свидетелями Еговы которые Так они в ужас пришли От лапкин Отойдите Даже нельзя разговаривать С теми Кто со мной Знается Что-то от них Какая-то энергетика Вроде идет Вообще А я ничего не имею У меня нет ни образования Ничего У меня есть только два пункта Я люблю Бога И люблю Святую Библию Люблю Христа моего И говорю Человеку надо родиться Свыше И быть Вадимом Духом Святым А я грешный Червеный человек Аминь Вот в чем И наверное проблема Что нету первого И нету второго Первое Что нету рождения свыше И нет любви к Богу Вот наверное в этом проблема Нет водительства Духом Святым А они не знают Живую молитву Живому Богу Живой ответ Вообще не знают Вот наверное в этом проблема у них То есть Можно так сказать Как сказал Как его Кураев сказал Что он профессиональный верующий Может в этом проблема Что Что именно Что Что он сказал Что он профессиональный верующий Может в этом проблема О самом себе сказал Я так сказать не могу Лично я слышу Я этого не могу сказать Я лично слышу Какой то смысл заложен Я не знаю как Я знаю что мне Бог дал рождение свыше Крещение Духом Святым Я знаю За правду Я говорю Может быть они профессиональные верующие Поэтому как он сказал Что он профессиональный верующий Это я сам лично слышал Но я не знаю Он сказал что он профессиональный верующий Ну если угодно Я говорил о симфонии О симфонии На неканонической книге Они изданы непрофессионально То есть у них нет опыта Есть такой фильм Профессионал Зарядите Посмотрите Французский фильм Посмотри Профессионал В любом деле Должен быть профессионал За что бы ни взялся Все чтобы на отлично было Бегите Говорит Павел Многие бегут Но один получает награду Один Поэтому бегите Не сидите А человек говорит Ну знаешь Мне так тяжело Уныние такое Но я хочу чтобы покой был Ян Заратус говорит За одно это слово Покой Тебе гиены мало Какой к ней покой Когда ты вышел на листалище На борьбу с сатаной И с ним не бороться надо с сатаной А сокрушать его Римлянам 16 глава 20 стих И вскоре сокрушит Он ничего дьявол не может сделать Но их там собралось Я называю кодло Кодло это Когда шавки бродящие Собираются и кидаются А один это человек А уже Они целенаправленно Меня преследуют давить Это кодло патриаршее И что? Ничего Мы молимся И Бог все развеет Большинство не там Где их кодло А там где Бог А Бог не может там Где несправедливость Я для Бога все положил На его алтарь Все У меня не было никогда ничего С первого дня Ни специальность Ни семья Ни заработки Ни свобода Я ничем не дорожил Для моего Господа Христа Я явлюсь и скажу Богу Межи мои Прошли по прекрасным местам Наследие мое Приятно для меня Вот дети мои И я и дома Будем служить Господу Я могу это сказать Павел говорит Я родил вас благовествованием Я покажу Кто в тюрьмах обратился Как следователь Принял крещение Как начальник тюрьмы Умел по-христиански Это где я с кем-то прикасался Бог меня взял Как сосуд Перекопятил Пережег Перемолотил Чтобы я был другим Я не сидел на одном месте Как вино Меня переливал И переливал Господь Всю жизнь Как Иосифа То в ров бросили То в Египет продали То в темницу У меня такая же жизнь Корявая Если даже одного Одну душу спасешь Даже если одну душу спасешь И то уже Большой 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 тебе Как венец будет У тебя Даже одну душу Спасешь Я был как-то Прошу вас Работу очень Не знаю На исповеди был Пошел в Загорск Это Сергеев Посад И там был Адриан Старец известный Ну и он Разговорился Почему-то он мной Заинтересовался И он говорит Это люди к вам Это из сектантов Приходят люди Я говорю Да Адвентисты Пятидесятники Баптисты Делаются батюшками Если 12 человек Через человек Обратит К Богу Придут Это уже апостол Нашего времени А я говорю Так 12 Это У меня в один день Тридцать два человека Обратилось только В один день В один день И они монахами стали Настоятели монастырей Монастыря Я знаю О чем говорю Ну хотя их трудно Ну но Ну хотя их очень трудно Конечно Но они увидят Красоту православия Поэтому они должны Увидеть любовь Главный движитель Любовь А который на меня Нападает И из друзей Делает со врагами Они ничего показать Не могут У них нет ничего этого У них обязательно Что-то где-то Или поп Придавил его Исповедовать не буду И все И сдохнешь Под забором Я знаю их Очень хорошо Я говорил Если будет суд Когда-то На земле За распад России На первой скамье Подсудимых Будут сидеть Учителя И священники Которые имели Доступ к душам Человеческим А они сейчас Я громко говорю Не такой интонации То есть Ну я лысый Ну еще Ну давай за это Меня судить У меня глаз больной Уши не слышат А вот Плохо не слышишь Это знамение То что ты И голос Божий Не слышишь У меня ноги больные Меня в морозилке держали А это ты значит На благовестие не ходишь А когда узнали Что я проехал И в Америке И везде С благовестием Сразу замолкают Сколько я проехал Ты найди Кто столько проехал Так я не просто проехал Я дарил Все твои труды Представь 600 городов Сел Государств Да я этим не хвалюсь Не хвалюсь Я Господом хвалюсь Это не я Благодать Божия могла сделать Это нельзя сделать У меня ничего нет И вдруг машина Прибитена Сотоварищество Собака Это и та Чемпион России Охранник Это вообще Все одно к одному Бог Бог делает это Мусульмане слушают Бог Вот я сегодня Получил ночью Письмо Из канцелярии Президента Путина Вы посчитайте Мне говорили На тебя в дурдом Отправят В психушку Обязательно В психушку Вас подправят Куда ты лезешь А мне благодарность Пришла Поблагодарили Что я болею душой За родину свою А я думаю Рано или поздно Оно может попасть Письмо еще выше Буду смотреть и считать Я сказал Лучше моей кандидатуры Трудно найти Почему? Возраст 76,5 лет Дальше 53 года Миссионерской работы В православии Дальше Мои предки Все знали С мусульманами Были друзьями Я сам Атака Кандидатура Которая ничем Не заинтересована А быть там Среди них И умереть С ними может быть Чтобы прекратилась Эта бойня Чтобы они стали Другими Они зарежут Но они маленькие Я знаю куда иду А мне тогда Начали говорить Если это случится Вас сразу канонизируют И начнут Ваши книги Подщищать Патриарх Приедет Крестный ход Тут сделает Резать Начнут мощь Я говорю Конечно А я сказал Хоронить меня Только в сапогах Я как сапогом Дам Говорю Из могилы Вылетят все Ужас один Нужно быть Да Верным Богу Верным Он говорит нам Господь Будь верен до смерти Дам тебе венец жизни Даст Я верю в это Не я это делал Это благодать Божия Благодать Во мне этого ничего нет И почему их так волнует Потому что слово Имеет силу А сила это от Бога Это да Ну что Слово много значит Много Давайте Спаси Христос С Богом Аллилуйя С Богом С Богом Дай вам Господь Еще здоровья Силы Разумения На дело Божье И вам так же Желаю всем С Богом Благословит вас Господь Вот так Хороший человек Зазомбировался Засмеялся и все Гуру Алтайский Загипнотизировал его Новых людей Не злитесь на меня Пожалуйста Это ничего Во-первых не дает А кроме того Вам будет препятствие На суде Божьей